Авторский подкаст Станислава Тарасенко Здравия всем! Поздравляю всех слушателей подкаста Киноведы с юбилейным 10 выпуском! И выпуск этот будет непростым. Я объявляю о создании новой рубрики, нового формата Киновед. Во как! Да, я решил, что каждый 10 выпуск подкаста я буду посвящать ответам на ваши вопросы. Последние несколько дней я занимался тем, что собирал ваши многочисленные вопросы и готовился к сегодняшнему выпуску. Вы писали мне электронные письма, вы писали мне обычные, да-да, те самые бумажные, алтскульные письма. Вы стучались ко мне в двери, звонили на мобильный телефон, вы хватали меня на улице и вот, вот, прямо передо мной 8 ваших вопросов. Честно, я только привыкаю к этой сумасшедшей популярности. Фух! Но если, если вы имеете еще какие-нибудь вопросы, хотя, думаю, мне и 8 будет достаточно на ближайшие несколько месяцев, то можете прямо сейчас в комментариях к этому подкасту спрашивать все, что вам интересно или рефлексировать на сегодняшний выпуск, который, я очень надеюсь, вы прослушаете до конца. Ну что, тогда приступаем? И первым нашим счастливчиком становится Андрей Иванов. Андрей спрашивает, хотелось бы узнать, есть ли в просторах вселенной такие прекрасные люди, которые делают фильмы в духе Вуди Аллена и Уэса Андерсона? Хочется светлого и содержательного кино? И еще новых имен в этом вопросе? Ну, многоуважаемый Андрей, действительно хочется светлого и содержательного кино. Но тут я вас должен поправить, а точнее с вами немного не согласиться. Для меня дух Вуди Аллена и дух Уэса Андерсона это не одно и то же. Для меня их духи различны. Вуди Аллен это, конечно, умеренно интеллектуальный режиссер, режиссер-циник, режиссер, рассказывающий о сексе и любви, о жизни и смерти, режиссер, постоянно рефлексирующий на самого себя, на свои проблемы, в том числе и психологические, на свои зависимости, свое еврейство, свою профессиональную карьеру. Вуди Аллен это тот еще фрукт. Ну а Уэс Андерсон это режиссер светлого и радостного. И при этом, конечно же, можно сказать, что в фильмах Уэса Андерсона происходит много трагического, но при этом эти фильмы очень и очень светлы. Вы только вспомните семейство Тенненбаумов или отель Гранд Будапешт. Ну а фильмы Вуди Аллена могут быть очень и очень смешные, но при этом по сути своей, в своем корне, в своей сердцевине. Это крайне нигилистическое, пессимистическое и такое жалостливое, безнадежное кино. Так что в этом смысле дух Вуди Аллена от духа Уэса Андерсона для меня отличен. И я не могу назвать режиссеров, которые бы походили на них двоих. Но я назову тех, кто ближе всего к духу Уэса Андерсона. Если говорить об американских режиссерах, а Аллен и Андерсон американцы, тогда, конечно, мне стоит вспомнить Терр Гиллиама, великий питон, который до сих пор продолжает свою монти-пайтоновскую карьеру, снимая в качестве режиссера замечательные кинокартины. Не все они одинаково хороши, многие из них противоречивы, но Терри Гиллиам работает именно на этой площадке светлого и содержательного кино. Он из этих степей. Кроме этого, конечно, должен назвать Ричарда Линклейтера, одного из главных независимых американских режиссеров. Если вы не видели отрочества, если вы не смотрели каждому свое и многие другие кинокартины Линклейтера, то в плане светлого и содержательного кино вы многое упустили. Надеюсь, Андрей, вам хватит двух этих фамилий, хотя наверняка вы о них уже слышали. Могу ли я вспомнить кого-то помоложе, чем Ричард Линклейтер или Терри Гиллиам? Хм. Знаете, наверное, фильм «Леди Бёрд» Грейта Гервик был из той же оперы. Он тоже светлый и содержательный, и очень радостный, веселый, живой. В некотором смысле этот фильм стал фильмом-настольной книгой для современного поколения молодежи. Надеюсь, вам хватит. Линклейтер, Гиллиам, Гервик. Идем дальше. Саша Воробьева. Она пишет «У меня есть вопрос», но вижу, что обманывает, потому что у нее не один вопрос, а где-то около четырех. Итак, насколько легко или тяжело сейчас в Украине стать кинокритиком? Во как! Писать для хороших киноизданий. Обязательно ли для этого профильное образование? Или достаточно жизненного опыта? Я имею в виду, если ты начинаешь не в 16 лет, а в 25-30, имея опыт работы по другой специальности. Насколько так же сложно может быть попробовать себя в качестве режиссера или сценариста? Да, все верно. Саша Воробьева, большая обманщица, задала сразу несколько вопросов. Попытаюсь ответить на все и по порядку. Насколько легко или тяжело сейчас в Украине стать кинокритиком? Это, конечно, вопрос с подвохом. Смотря что вы имеете в виду. Легко или тяжело с какой точки зрения? Если с точки зрения финансовой, экономической, можно ли реализоваться в этой профессии настолько, что начнешь зарабатывать, то, поверьте мне, вряд ли. Кинокритику и раньше, в нормальные доковидные времена, жилось не очень хорошо и жирно. Ну, а сегодня тем более. Такие профессии, как кинокритик, журналист и многие смежные с ними, они в 21-м столетии начали мутировать и превращаться во что-то не то. Вот профессия журналиста была очевидной и понятной в 19-м и 20-м веке. Но кто такой журналист сегодня? В эпоху, когда любой человек может завести, я не знаю, телеграм-канал или стать ютуб-блогером и получить большее количество подписчиков, слушателей, аудитории, которые будут обращать внимание на него и новости от него, чем от такового журналиста. Поэтому в этом смысле кинокритикам в Украине стать, конечно, тяжело. Но если вы имеете в виду, легко ли стать кинокритиком в контексте призвания, в контексте того, чтобы просто стать им, ум, тогда это совсем не сложно. Пожалуйста, растите, занимайтесь этим, ищите себя. Но имейте в виду, что как минимум первые несколько лет вы не сможете полноценно профессионально реализоваться. Нельзя просто взять и стать кинокритиком. Для этого нужен довольно существенный профессиональный опыт. Об этом, собственно, и ваш следующий вопрос. Обязательно ли для этого профильное образование или достаточно жизненного опыта? Мол, если у меня был опыт работы по другой специальности. На самом деле кинокритиком в этом смысле может стать любой. Но тот любой, который будет интересоваться кино и выделять этому достаточное количество времени. Понимаете, современные кинокритики, они могут быть интересны читателям, если мы говорим об кинокритиках, которые интересны читателям, тем, что они являются интересными личностями. Если кинокритик как-то по-новому может рассказать о старом, если у него получается выявлять какие-то необычные аспекты в произведениях, о которых, казалось бы, всем все известно, он крайне заинтересует аудиторию. Понимаете, я не говорю об эпатаже. Я говорю не о том, что нужно выделяться. Я говорю не о том, что нужно завоевывать аудиторию. Нет, это все-таки не самое важное в нашей жизни. Куда важнее то, чтобы вы занимались, как это не банально, любимым делом. И если это дело будет у вас хорошо и профессионально получаться, если вы все-таки за спиной имеете опыт, не обязательно опыт профильного образования, а опыт кинопросмотров, опыт поездки на кинофестивали, опыт общения или интервьюирования режиссеров, сценаристов и так далее и тому подобное. Если вы имеете, например, опыт журналиста, то, в принципе, до кинокритика, до расти, не в том смысле, что кинокритик выше журналиста, вы, конечно, можете. Снова-таки вопрос только в ваших амбициях и в том, что это не та сфера, в которой сложно пробиться. Там, в принципе, уже не осталось никого, кто пробивается или остается. Хочешь, становись. Вопрос в том, что эта профессия сегодня не приносит заработка и, как минимум, потребует от вас полной самоотдачи. Поверьте мне, я знаю, о чем говорю. Придется пахать на семи работах и, дай бог, зарабатывать крохи. В этом смысле, опять-таки, кинокритикам стать тяжело. Но в смысле профессионального роста нам никто не мешает смотреть фильмы, рецензировать их, открывать какие-нибудь киноклубы, пытаться пробиться в кинотеатры и превратить эти кинотеатры в арт-пространство. Даже такое иногда случается. И последняя часть вопроса от Саши Воробьевой. Насколько так же сложно, может быть, попробовать себя в качестве режиссера или сценариста? Снова-таки, с одной стороны, крайне легко. Пак Чанук, Стивен Содерберг, господи, эти именитые режиссеры берут в руки айфон и снимают какое угодно кино. Более того, кино, попадающее на кинофестивали класса А, что мешает любому молодому человеку сделать то же самое. Я не имею в виду попасть на кинофестиваль класса А. Это, наверное, не так просто. Но взять айфон и снимать кино может каждый. Снова-таки, кино бывает разное. Документалистика, короткий метр, полный метр и так далее. Вопрос в том, зачем вам это нужно? Действительно ли вы хотите реализоваться? Работа сценариста, режиссера – это, снова-таки, не та работа в Украине, в которой вы найдете стабильный и богатый заработок. Вы должны быть к этому готовы. Вопрос лишь в одном, и я это повторяю снова и снова. Зачем вам это нужно? Будете ли вы получать удовольствие от своей профессии? И готовы ли вы вкалывать, чтобы профессионально расти? В конечном итоге кинокритик интересен не только своим профессиональным опытом, об этом я уже сказал, но хочу повториться, но также и собой как личностью. Нужно быть всесторонне развитым. Недостаточно просто смотреть фильмы, еще нужно слушать музыку, читать книги. Все это станет подспорьем для вашей профессиональной деятельности. Фух, Саша, надеюсь, я максимально широко и полно ответил на ваш вопрос-вопросы. А дальше вопрос от Юрия Билыка, и, кстати, он перекликается с вопросом от Саши Воробьевой. Есть ли режиссеры, которые годами занимались одной профессией, а потом начали заниматься кино? Возможно ли это в сегодняшних реалиях? Юрий, конечно, это возможно, и таких примеров миллион. Дэвид Финчер и Мишель Гондри, безусловно именитые сегодня кинорежиссеры, они пришли из рекламы, они снимали видеоклипы. Орсон Уэллс, боже, чем он только не занимался. Радио, театр, какие-то перформансы, живопись, а потом бабах и решил, что он кинорежиссер. Жан-Люк Гадар, он пришел в кино из кинокритики, он пришел из области любви к кинематографу, голой теории, как кинокритик, как теоретик кинематографа. Ну, а сколько было сценаристов или актеров, ставших кинорежиссерами? Господи, да вот только пример Джорджа Клуни, да, и недавно его вышедшая новая фантастическая кинокартина. Таких примеров миллион. И в сегодняшних реалиях тебе ничто не мешает стать режиссером, будучи до этого кем-то другим. На самом деле это даже, наверное, плюс. Перенести опыт одной профессии в опыт кинорежиссуры. Это здорово. Это позволяет взглянуть на кинематограф иначе, почувствовать кинематограф как-то по-другому. Вот Стэнли Кубрик до того, как прославился как один из самых важных, действительно монументальных кинорежиссеров прошлого столетия, работал фотографом. И опыт фотографирования Кубрику, безусловно, помог создавать свои будущие шедевры. Фильмы по типу «Барри Линдон» или «Заводной апельсин» — это же просто греза и мечта любого уважающего себя профессионального фотографа. Так что да, таких случаев много, и я считаю, что такие случаи только доказывают, что кино готово впитывать в себя любые другие формы искусства. Театр, литературу, оперу, балет, фотографию, живопись, что угодно. Кинематограф — это такое вот искусство губка. Едем дальше. Теперь у нас вопрос от человека по имени Плинтус. И, судя по всему, Плинтус меня очень и очень хорошо знает. Плинтус ёрничает, он спрашивает, как там поживают Ларс фон Триер и Кристофер Нолан? Уважаемый Плинтус, как поживает Триер и Нолан я не знаю, контактов с ними не имею, но я прекрасно понимаю, к чему этот вопрос. Да, действительно, люди, которые более-менее близко меня знают или посещают мои лекции про кино, в курсе, что я нахожусь в идеологическом противостоянии с Триером и Ноланом. Проблема лишь в том, что они об этом не в курсе. Я люблю фильмы Триера. Я уважаю творчество Нолана. Однако фильмы Триера и Нолана я, как зритель, принять не могу. Они для меня раздражающе неудачны. Позвольте объясню, что я имею в виду. Ларс фон Триер — великий режиссер. С этим невозможно спорить. Том, который построил Джек, был одним из лучших фильмов в том году, в котором он вышел. Но при этом позиция Ларса фон Триера, его искреннее глубинное человека-ненавистничество, его нигилизм, его отвращение ко всему святому, что он действительно виртуозно, мастерски высмеивает в своих фильмах, это вызывает во мне именно как зрители, как человеке со своей позицией и своим мировоззрением отторжение. Я не согласен с тем, как Триер смотрит на вещи. Я считаю, что его взгляд, такой взгляд Ханека, взгляд Тарковского, взгляд даже не крайнего пессимизма. Не в том контексте, как я говорил про Вуди Алина. Это абсолютное человека-ненавистничество. В некотором смысле даже для меня фильмы Триера фашистские. Не зря он был замешан в том Каннском скандале, когда как-то двусмысленно выражался по поводу Гитлера и того, что он его понимает. Триер не тот режиссер, которого хочется посмотреть, чтобы отдохнуть. А для меня кино это отдушина. Так что, да, я понимаю, что крайне субъективен. И это нормально быть субъективным, даже когда ты кинокритик. Я понимаю, что идеологическая конфронтация с Триером у меня высосана из пальца. Она очень наивна. Но она есть. И я говорю вам так, как думаю. Я не люблю такое кино, которое прибивает тебя к земле. Хотя, например, могу назвать и ряд серьезных исключений по типу необратимости Гаспара Ноя. Каким бы злым ни был этот фильм, а он меня поразил. Но жить в пространстве фильмов Гаспара Ноя и Ларса фон Триера я бы ни за что не захотел. Это слишком темное искусство. Оно слишком разрушающее. Да, оно нужно. Да, оно вполне может быть гениальным. Но это не мой мир. Что же касается Кристофера Нолана, тут другая проблема. Кристофер Нолан большой профессионал. Я считаю, что он отличный мастеровой, отличный конструктор кинематографа. Его фильмы представляют собой сложные, интеллектуальные, точнее псевдо-интеллектуальные. Вот в чем суть. Кинокартины, которые настолько завязаны между собой в плане хронометража, событийности и всего остального, что фильмы эти, хотя и вот-вот норовят превратиться в кашу, они превращаются. Это действительно колоссальные и сложные структуры какого-то перфекциониста-демиурга. Я все это понимаю. И мне понятно, почему Нолана многие восторгаются. Но дело в том, что проблема для меня начинается именно в тот момент, когда Нолан переходит в область умного кино. Он не просто хочет строить конструкции. Он пытается доказать, что они истинно интеллектуальны. А я не считаю, что это так. Такие фильмы, как Теннет или Интерстеллар, такие фильмы, как третья часть его трилогии о Бэтмене или Начало, они страшно глупы. Они не психологичны. В них нет ничего истинно, о чем я и говорю, интеллектуального. Это пафосное потребительское кино. Я не вижу в этом арт мейнстрима. И хотя обратите внимание, Нолан для меня является автором. Уровня Джей Джей Абрамса, Майкла Бэя, Стивена Спилберга. Вот из той оперы. Но при этом Кристофер Нолан не тот режиссер, который действительно может поделиться интересной и захватывающей историей. Это как будто бы, если подросток решил экранизировать Кавку или Джойса, думая, что он до конца разобрался в произведении. Совсем не хочу пристажать подростков, но, наверное, все-таки нужно дорасти до какого-то интеллектуального уровня, чтобы рассказывать такие сложные истории. Вспомните Джона Дэвида Вашингтона в Теннет, в последней картине Нолана. Он абсолютно безэмоционален. В этом фильме вообще нет психологизма. В этом фильме даже нет вот того, за что вроде как ратует Нолан, элементарной, банальной логики. Нет и все. Да, вы можете мне возразить, что Нолан этого и добивается. Что, например, Теннет, это пересказ какой-нибудь хичкоковской картины или Бондианы в духе на север через северо-запад, вот такого кино, но только рассказанное в ином ключе. Да, я все это понимаю, я в курсе этого. Но это не отменяет того факта, что фильмы Нолана пусты и бессодержательны. Причем, хочу обратить ваше внимание, пусты и бессодержательны не в смысле пусты и бессодержательны, как фильмы Микеланджело Антониони, отчужденность, некоммуникабельность. Нет. В них просто ничего нет. Это пустое кино. Ты из этого фильма ничего не можешь извлечь. Это просто качественный, фантастически огромный, масштабный аттракцион, построенный из многочисленных лего-деталей. И ты можешь долго разбираться в этих деталях, но только этот разбор тебе ничего не принесет. Ну и, например, финальная сцена в Интерстелларе с дерганием струн и всем остальным, я считаю, что это просто куром на смех. Это самый дешевый, в наиболее плохом смысле этого слова, Голливуд. Поэтому идеологически я нахожусь в конфронтации с Триром и Ноланом, но при этом, конечно, отношусь к ним с крайним уважением и смотрю каждую из их кинокартин. Плинтус, ты получил очень и очень содержательный ответ. Наступил на мое больное место. А теперь ZZXX. А может быть, этого пользователя зовут ZZХХ? Я не знаю. Вопрос такой. Что интересного ожидать в кинотеатрах в ближайшее время? Вот такое я люблю. Коротко и по существу. Давайте я вам расскажу, что интересного, с моей точки зрения, должно выйти в украинских кинотеатрах в марте. Сегодня как раз март. С четвертого числа, для меня это вчера, не знаю, когда опубликую подкаст, с четвертого числа в украинском прокате появилось аж три кинокартины, на которые я рекомендую обратить внимание. В первую очередь, это, конечно, великое событие для какого угодно украинского киномана показ ретроспектива любовного настроения Вонга Карвая, шедевра 2000 года. Я собираюсь записать аж два подкаста об этом фильме. 8 марта в кинотеатре Коперни, где я работаю. Уже проданы почти все билеты. Кажется, осталось только два. Я читаю часовую лекцию об этой картине, после чего мы ее посмотрим. Кроме этого, мой год в Нью-Йорке режиссера и сценариста Филиппа Фалардо. Тоже рекомендую вам посмотреть. Прекрасное, нежное, весеннее, крайне легкое кино. Там чудесная Сигурни Уивер, там чудесная Маргарет Куэлли. На этот фильм стоит обратить внимание. Ну и, конечно, новый мультфильм от Диснея. Я его пока еще не видел. И сомневаюсь, что он мне на самом деле понравится. Я все-таки больше выступаю по таким студиям, как Pixar, Ghibli, Cartoon Saloon, Laika, Ardman и так далее. Дисней, да, Дисней для меня это как Кристофер Нолан в мире мультипликации. Но все-таки любой мультфильм от Диснея это немаленькое событие. Посмотреть наверняка стоит. Рай и последний дракон. Кстати, и по моему году в Нью-Йорке, и по Рае я обязательно запишу подкасты. Для любителей же истинного мейнстрима 18 марта в украинских кинотеатрах начнут показывать «Никто» Ильиной Шуллера. Это такой себе динамичный комедийный боевик. Серьезная пародия на Джона Уика. И может быть, может быть, фильм окажется неплохим. Рекомендую не пропустить. С 24 марта, тут все понятно, Годзилла против Конга. Я последние два фильма о Годзилле просто терпеть не могу. Считаю, что это крайне глупые кинокартины. Но когда два таких монстра Кайдзю встречаются на большом экране, что поделать? Придется пойти и посмотреть. Вот 25 марта, и об этом уже должен знать любой киноман. Надеюсь, у вас дома висит календарик, и 25.03 отмечено красным. Начнут показывать землю кочевников Хлои Джао. Это кинокартина, которая выиграла предыдущий венецианский кинофестиваль. Фрэнсис Макдорман в главной роли. В общем, большое фестивальное кино. Одно из самых важных для прошлого года. Пропустить ни в коем случае нельзя. В день премьеры 25-го также буду читать лекцию, но и обещаю, что запишу подкаст. Ну и с 1 апреля, наверное, одна из главных украинских премьер этого года. А может быть, кто знает, что будет дальше. И самое-самое главное. Кинокартина от режиссерки и сценаристки Натали Ворожбит. С пиматой Кайдаша, Киборгы. Есть множество работ, где она засветилась. В том числе, кстати, и в театре. Ее новая кинокартина «Погани дороги». Тоже крутое фестивальное кино. 27 марта Наталья Ворожбит приедет ко мне в гости во Львов. И на допремьерном показе представит «Погани дороги» в кинотеатре «Коперник». Если вдруг вы находитесь во Львове или захотите побывать в эти даты, обязательно посетите кинотеатр. Вот то, что я могу порекомендовать ZZXX и всем вам посмотреть в марте в украинских кинотеатрах. Это должны быть интересные в той или иной степени фильмы. Следующий вопрос от Маркияна Маркияна. Как просто. Какие фильмы особенно вас поразили в последнее время? Маркиян, Маркиян. Спасибо большое за такой вопрос. Что меня поразило в последнее время? Давайте по памяти. Меня поразила необратимость «Гаспара Ноя». Хотя этот фильм нельзя назвать новым. Ни в коем случае. Но необратимость меня глубоко задела. К выходу полной инверсии я готовил лекцию. И, соответственно, мне нужно было посмотреть оригинальный 2002 года фильм «Гаспара Ноя». До этого, признаюсь вам как есть, я необратимость не видел. И фильм этот оказал на меня колоссальное впечатление. Я считаю, что это шедевр. Хотя я в курсе. Многие критики и зрители со мной не согласятся. Еще из свежего прокатного «Рыцари справедливости» Андерса Йенсена. Вот это действительно большое кино. Такие фильмы пропускать на больших экранах – это просто преступление. Кстати, до сегодняшнего дня в некоторых кинотеатрах «Рыцари справедливости» еще продолжают прокатываться. Я вас умоляю, если не видели, обязательно сходите. И на «Необратимость», и на «Рыцари справедливости» я, кстати, уже записал подкасты. Можете найти на моем YouTube-канале. Ну и могу вспомнить три мультипликационных фильма, которые я смотрел недавно. Это «Легенда о волках» Тома Мура. Действительно замечательный мультфильм. Обязательно о нем запишу подкасты, даже несколько. Это «Душа» Питера Доктора. «Душа» вышла в декабре, как и «Легенда о волках». Они шли плечо к плечу. Два выдающихся мультфильма. «Душа» – это, конечно, тоже потрясающее произведение искусства. Ну, действительно, один из лучших мультфильмов Пиксар. Ну и была еще в кинотеатрах ретроспектива. Хаяо Миядзаки показывали «Ведьмину службу доставки». Ну, а я человек простой. Если слышу «Хаяо Миядзаки», так просто беру и иду в кинотеатр, даже не думая о том, что показывают. «Ведьмина служба доставки» – это потрясающий мультфильм. Маркиан, Маркиан, надеюсь, вы довольны. Вот еще некая леди меня спрашивает, а какие книги вы сейчас читаете? Уважаемая леди, коротко. Я заканчиваю читать письма Григория Сковороды. Я большой фанат нашего соотечественника Григория Сковороды. Я закончил читать одну книгу про группу Битлз и начинаю другую. Я добрался до середины романа Виктора Пелевина «Empire V». И в середине романа мне наконец-то стало интересно. И в свободное от работы время, то есть где-то в 2-3 часа ночи, почитываю биографию Августа Октавиана, первого древнеримского императора. Ну, так, чтобы казаться умным. Так что вот что я сейчас читаю. Несколько книг одновременно. Но кроме этого, конечно, всяческую киноведческую литературу. От этого никуда не деться. Фух. И последний вопрос. Лиза Наумова. А критики как кино смотрят? Как-то по-особенному? Аль нет? Лиза, критики смотрят фильмы точно так же, как и все другие, не люблю это слово, но скажу, обыкновенные зрители. Критик от зрителя ничем не отличается. Он точно так же плачет над грустными сценами и смеется над сценами юмористическими. Единственное отличие, наверное, состоит в том, что профессия критика заключается в том, чтобы вербально или словами, или текстом как-то анализировать кино, рассказывать о нем. Вот есть такой выдающийся кинорецензент прошлого века. Его знает любой уважающий себя кинокритик. Его зовут Жак Лурсель. Я его книги действительно обожаю. Говорю, книги, кинорецензии. У меня вот на полочке стоят два тома Жака Лурселя. И особенность Лурселя, как по мне, заключается в том, что... Этих особенностей две. В том, что, во-первых, он мог двумя-тремя предложениями очертить самую суть кинокартины. И ты эти два-три предложения читаешь и думаешь, боже, как он смог так точно передать вот самое-самое-самое в этой кинокартине. Он может, правда, написать несколько слов, и они будут точно ложиться в тот смысл, который ты сам воспринял, но под который ты не мог подобрать настолько удачные слова. Вот в чем и заключается профессия кинокритика. Хотя она заключается еще и во многом другом. Это первое. Но второе, у Лурселя личность. Он интересен. Он крайне субъективен. Он может ругать какого-то выдающегося режиссера и превозносить режиссера, которого никто не знает. Он может любить фильмы категории B и отказываться от явных шедевров. Он крайне субъективен. И ты его читаешь не потому, что ты с ним согласен или не согласен. Ты его читаешь потому, что тебе интересен Жак Лурсель. Интересна его точка зрения. И тут, кстати, я таким образом возвращаюсь к вопросам Саши Воробьевой о кинокритиках, о профессии и так далее. Вот, собственно, что такое сегодняшний кинокритик. Вы должны задаться вопросом, а что интересного я могу рассказать? Ну, после самого основного. Зачем я вообще хочу рассказывать? Будет ли мне это нужно? Является ли это неотъемлемой частью моей жизни? Если вы, как жаба в молоке, будете хорошо себя чувствовать в кинокритике, вперед! Но вы должны обрести себя, найти свой голос. Это как музицирование, как пение. Вы должны откопать свое истинное «я» и начать работать от его имени. Потому что кинокритик кинокритику рознь. Бывает на один и тот же фильм два авторитетных интересных критика пишут противоположные рецензии. И обе эти рецензии и интересны. И это не значит, что существует какая-то объективная истина по отношению к фильмам. Вернее, наоборот, что не существует никакой объективной истины по отношению к фильмам. Нет, просто разные люди с разных точек зрения разобрали произведения искусства. И вот этим оно и интересно. Так что нет, кинокритики не смотрят кино как-то по-особенному. Они смотрят его, как и все. Но после того, как они посмотрят фильм, они начинают с ним профессионально работать. А это делает далеко не каждый кинозритель. Ну и не каждый кинозритель обладает багажом знаний кинокритика. Не каждый зритель видел столько кинокартин, разбирается в современных или классических кинематографических тенденциях. Знает столько имен режиссеров, сценаристов и операторов, чтобы свободно чувствовать себя в киноискусстве, в анализе и разборе кинокартин. В этом, собственно, и заключается главная проблема кинематографа. Кинематограф настолько распространенная форма искусства, что уже давно зрители, вообще все люди, стали воспринимать кино в качестве развлечения. Вот про театр, про балет, про оперу так не говорят. Если ты идешь на балет, то ты идешь на культурное событие. Ну а если ты идешь на «Рыцаря и справедливости» Андерса Йенсена, то, вероятнее всего, ты идешь просто развлечься и поесть попкорна. А это немного неправильно. Кино — это ведь тоже искусство. И только потому, что в массе своей люди к кинематографу относятся как, давайте будем честными, часто обычному развлечению, профессия кинокритика кажется как бы лишней. Но это, конечно, не так. Тем, кому кинематограф интересен, будет интересна и кинокритика. Потому что, в конце концов, кинокритика — это рефлексия на собственную любовь к киноискусству. А как? Прекрасное окончание для сегодняшнего подкаста, правда? Я надеюсь, вам было интересно. Я надеюсь, что этот формат, как там говорят сегодня молодые ютуб-блогеры, вам зайдет. Я очень надеюсь, что вам зайдет. Не ленитесь. Пишите в комментариях, что думаете. Задавайте свои вопросы. Все обсудим. С чем вы согласны, с чем не согласны. Ставьте лайки, дизлайки. Делайте хоть что-нибудь, чтобы я чувствовал вас, видел вашу жизнь, впитывал вашу энергию. И спокойно спал по ночам, понимая, что я нужен всем своим 134 подписчикам. Большое спасибо, что слушали. Ну и, как обычно, куда и без этого. Возвращайтесь. Киноведы. Авторский подкаст Станислава Тарасенко. Да. Продолжение следует. Продолжение следует...